Всем добрый день, всем мира и добра! Меня зовут Валерия Профатила и сегодня мы с вами будем заниматься домашней косметологией. Возможно, вы, как и я, повелись на китайский сайт тему и купили для себя определенные бьюти-гаджеты. Я, например, попала там под акцию, берешь 7 продуктов, получаешь из них 3 в подарок, вон кошкам набрала своим, ну и купила вот таких вот 2 бьюти-гаджета. Это для очищения пор, но еще, правда, не чистила, только подзарядила, но должна сказать, что втягивает он неплохо. Поэтому думаю поочищать свои черные точки. Отключила. Но я купила еще по суперцене вот такой вот бьюти-гаджет. Он мне, конечно, пришел слегка примятый, но ничего страшного. И, конечно, меня подкупило то, что здесь 3 насадки, если то, что его можно использовать для зоны шеи, декольте и лица. На самом деле, действительно, очень дешевый гаджет. Его задача, он тут на батаречке, его задача проводить массаж. И вся фишка в том, что есть вот такие вот разные насадки. Поэтому я вам сегодня хочу рассказать, показать. Если у вас есть такой бьюти-гаджет или аналогичный, который просто вибрирует. Сейчас покажу. И за счет вибрации, да, оказывает эффект массажа. Сильно вибрирует, пока батаречка такая свеженькая. И я вам расскажу, как подобным гаджетом мы с вами можем заменить. А. Гимнастику для лица. Фейсбилдинг. Б. Лимфодренажный самомассаж. В. Можем улучшить свое зрение, массируя определенные точки. Ну и Д. Можно его использовать, например, для самомассажа холки. Или, например, как лимфодренажный самомассаж. Например, по коже бедер, если у нас с вами, допустим, целлюлит или апельсиновая корочка. То есть вот этот вот бьюти-гаджет, я, честно говоря, думала, что он будет заменять там какие-то там еще ионотерапия, электротерапия. Нет. Он просто вот вибрирует. Ну, понятное дело, поскольку он стоил буквально копейки. Там меньше 4 долларов он мне достался. И вот такая вибрация идет. Но я его попробовала на лице, он работает действительно очень классно. Поэтому, смотрите, благодаря трем насадкам мы с вами можем прорабатывать разные зоны. Разные зоны. Я сейчас покажу, например, как я с помощью этого самомассажа, когда смотрю какой-то телевизор или какую-то программу, я заменяю им гимнастику для лица. Вот когда мне лень делать. Да, сразу хочу сказать, что обязательно нужно протирать вот эту вот часть, которая контактирует у нас с кожей лица. Ну, или с зоной шеи, декольте. И обязательно мы делаем с вами вот этот самомассаж по предварительно очищенной коже лица, зоны шеи, декольте. Ну, тело там как-то, ладно, да. Очищаем предварительно кожу. И перед тем, как будем что-то массировать, нужно распределить косметическое средство, по которому наше вот это средство будет скользить. У меня, например, не получается, можно только лишь растянуть зрелую кожу, если мы с вами просто будем скользить, да, пытаясь что-то делать. Одно дело это лоб, да, а когда у нас здесь вот тонкая кожа и она тянется, не совсем комфортно. Поэтому нужно распределить косметическое средство, которое, а, быстро так не впитывается, или же вы его распределяете более плотным слоем. Ну, допустим, обрабатываем одну половину лица, вот, а когда перейдем ко второй половине лица, соответственно, нанесем на то лицо. Итак, благодаря тому, что у нас вот такая вот есть насадка, эта насадка, в принципе, прописана для зоны шеи и декольте. Мы не трогаем проекцию щитовидной железы, особенно у кого проблемы с щитовидкой. Но то, что, допустим, можно проработать второй подбородок, сейчас переключу, вот таким вот образом, это да. Да, но мы с вами можем заменить нашу гимнастику для лица, самомассаж. А почему я говорю, что мы с вами можем заменить гимнастику? Поскольку по мере того, как вы надавливаете на этот аппарат, вы можете усиливать, вы, точнее, оказываете эффект более поверхностный или более глубокий. Допустим, если мы с вами слегка надавливаем на этот аппарат, как бы скользим им, да, по массажным линиям, то у нас больше эффект такой лимфодренажный, и мы с вами тонизируем кожу. Но мы с вами можем оказывать более существенный эффект, да, надавливая сильней. И вот здесь у нас уже в работу включаются мышцы нашего лица. Кстати, если вы сильно надавливаете, вы можете чувствовать вибрацию в пазухах, и если у кого-то насморк, то благодаря вот такой процедуре самомассажа получается как эффект физиотерапевтический. Не удивляйтесь, если у вас будут отходить содержимое пазух. И вот делаем так раз 10-20, вполне достаточно. Я думаю, будет заметно даже, да, как преображается вот эта половина лица. То, что кожа розовит, это понятное дело, да. Но мы с вами смотрим на лифтинг эффект. Ну, давайте, в принципе, точно так же лоб, вот мы с вами можем, хотя не наносила сюда средство косметическое, но давайте ускорю процесс. А лоб еще чем хорош, да, что мы с вами не только улучшаем микроциркуляцию здесь и разглаживая морщины, но смотрите, вот как сразу порозовело. Мы с вами, допустим, здесь, если сильно придавливаем, тонизируем мышцы, поднимающие нашу бровь, лоб, то вот эту мышцу. Простите, у меня взгляд уходит, я свое отражение смотрю на экране. И получается, мы с вами тонизируем таким образом мышцы лба, приподнимаем линию роста бровей и приподнимаем опущенное верхнее веко. То есть, только лишь благодаря тому, что мы с вами массируем. Можно, конечно, вверх и можно еще вот таким вот образом, если у вас морщины. И смотрите, да, я одной ножкой захватываю уже верхнее веко. Ну, думаю, показала, да, соответственно, можно и морщины вокруг рта, но этой насадкой неудобно. То есть, ей очень хорошо, допустим, холку обрабатывать, бедра обрабатывать, вот эти выдающиеся наши участки, лоб и, допустим, щеки, скулы. Вот, но я вам сейчас покажу следующий вариант насадки. Меняется она достаточно просто, прокрутили, посадили, вытираем. Да, кстати, после применения обязательно вытирайте, я советую вам даже, типа, протирать хлоргексидином. Не знаю, вот, похоже, металлическая насадка, но вдруг тут что-то будет, поэтому спиртом я не рискую, а вот хлоргексидином, пожалуйста. Так, теперь давайте, буду все время на этой половине показывать, да. Ну, вот моя проблема, скуловые мешки, отечность под глазами. Поэтому я вот так вот нанесу сюда косметическое средство свое. Смотрите, я его наношу просто туда-сюда, не по массажным линиям, да, как бы. Потому что, если строго по массажным линиям, верхнее веко, нижнее веко и скуловой мешок. Главное, вот я как бы пальчиками пробиваю, но не растягивая кожу. Теперь то же самое. Идет вибрация. Она здесь более концентрирована. И смотрите, уже по мешочку. Вообще, скажу, почему я решила записать это видео. У меня сначала было некое разочарование. Думаю, ну, купила какую-то очередную фигню, штучку. Мои бьюти-гаджеты остались в Харькове. Вот. И здесь, как бы, под рукой пока ничего нет. Но поскольку была очень заманчивая цена, я купила. Она опять-таки рассчитывала на эффект такой электротерапии, ионотерапии, светотерапии. А здесь вот просто такой эффект массажа. Но я когда попробовала, мне очень понравилось. Причем я пробовала, опять-таки, мои проблемные зоны, зона отечности. Это вот скуловые мешки. Не знаю, будет заметно, не будет заметно, но по утрам, вот таким вот образом, проходясь 10-15 раз, очень хорошо подтягивает вот эту зону припухлости. Там, где у нас мешок идет. Можно поработать с опущенным верхним веком. Вот такой вот маленькой насадочкой. Точно так же можно по отдельности мышца, поднимающая бровь. Если как бы вы чувствуете, что у вас насадка тянет кожу, нет такого косметического средства, просто можете приложить. И вот просто пусть вибрирует. То есть, варианты здесь есть. Можно прокатывать. А можно просто вот так вот как бы накладывать. То же самое, допустим, у нас носогубная складка. Мы хотим, перед этим наносим какую-то сыворотку. Вот эта насадка еще лучше у нас прорабатывает пазухи. Вот если вы сюда прикладываете, вы чувствуете вибрацию. Прям мух, существенно, существенно вибрация. Ну и, конечно, можно, допустим, между бровями. Порщина гордеца, так называемая. То есть, для нашего удобства эти насадочки сделаны такими. Но вы, конечно, все делаете симметрично. Все делаете симметрично. Естественно, вот эта вот часть, да? Наш этот угол свой. То есть, еще раз повторю, это, в принципе, является и альтернативой нашей гимнастике, я думаю, заметно, да, будет и альтернатива самомассажа, эмолаживающего и лимфодренажного. То есть, зависимость от того, как мы с вами будем давить, прорабатываем то ли кожу, то ли мышцы. Да, кстати, должна сказать, вот в зоне носогубного треугольника при отюках у нас вот здесь, вот по зоне носогубной складки находятся крупнолимфатические узлы, которые также ответственны за образование, ну, точнее, за устранение, скорее всего, отечности, правильно будет, точнее сказать, да? Поэтому даже если у нас отеки под глазами, не забываем с вами проходиться и по носогубной складке. Приятно вибрирует, да? Ну, и, конечно, такой насадкой проще проходиться. Круговая мышца рта, там, где у нас образуется морщины кесетные, морщины марионетки. Сейчас покажу, да, как приподнимается уголок губы. А если мы с вами еще будем прокатывать, да, все это дело. Только лишь потому, что мы с вами искусственно, да, даем какую-то нагрузку на наши мышцы. Так, я думаю, понятно будет. И теперь я вам еще хочу показать еще одну насадку. Это круговая вот такая вот насадочка. И сейчас покажу те точки, которые улучшают наше зрение. То есть, можно попробовать, поэкспериментируйте. В принципе, эта насадка для самомассажа сделана. То есть, смотрите, можно вот в круговую, только нужно нанести косметическое средство, да, вот таким вот образом. Спираль и еще вибрация. Здесь такой, я бы сказала, жесткой вибрации, как, допустим, при этой насадке нет. Но эта насадка еще хороша тем, да, что она может вот точки какие-то определенные. Для зрения, смотрите, область висков. Можно просто, да, надавливать. Можно круговыми движениями. Еще, кстати, эта насадочка хорошо, если у нас гусиные лапки, морщинки, да. И вот где-то в течение 30 секунд область висков. Дальше, над бровью точки активные. Это я сейчас показываю для улучшения зрения. Те точки, которые мы обычно с вами трем. Но, когда мы с вами кожу трем руками, мы можем сильно растягивать. Поэтому, может быть, вам этот аппаратец будет еще как раз-таки нужен для того, чтобы ваше зрение восстанавливать. И в области носика. Прям вообще ощущаются. Пазухи прям чувствуют, чувствуют. Вот и все. Вот три точки, да, над бровью, виски, там, где мы обычно трем. И крылья носа только чуть-чуть повыше. Вот. Так что, если у вас есть подобный аппаратец, вы его можете использовать. Еще раз повторяю, просто вам показываю. Если вы купили такую штуку, да, конечно, нужно делать симметрично. Я думаю, будет сейчас заметно. Но я, по крайней мере, вижу разницу. Здесь осталась более такая пастозная, рыхлая часть. А здесь она такая более в тонусе, поскольку я мышцы, да, прорабатывала. Сейчас я, конечно, буду все делать параллельно, поскольку, ну, такое безобразие не годится. Вот. Поэтому, если у вас есть подобный аппарат, не забывайте его чистить своевременно. Не забывайте каждый раз после процедуры протирать, в том числе, и вот эти все поверхности. Не забывайте перед процедурой, видите, как я замешкалась, да, наносить косметическое средство, по которому вы будете делать этот массаж. Вот. Ну, и напомню, да, что он у вас зависимость от того, как интенсивно вы надавливаете на кожу, работает более поверхностно, или же еще оказывает эффект массажа именно мышц лица. Да, кстати, вот еще вам одна такая подсказочка. Можно сочетать этот массажер с интробукальным самомассажем. То есть, помните, да, есть интробукальный массаж, когда мы вводим палец, и под щечкой. Так вот, если у меня просто руки грязные, вы вводите, да, и вот как бы по пальцу массируете кожу, так вы даже эффект оказываете более сильным. Ну, покажу, допустим, языком, да, вместо пальца язык. То есть, мы с вами создаем как бы элемент натяжения. Видите, насколько кожа порозовела. Ну, и, соответственно, точно так же мы обрабатываем зону носогубной складки. То есть, когда я вот так просто, да, мне как бы прокатывается мышца. Когда я подкладываю язык или палец, я натягиваю, соответственно, прорабатываю массажем гораздо эффективнее и лучше. Ну, я думаю, вы уловили. Поэтому подсказала вам, что делать, если у вас есть такой массажер, который просто вибрирует, и его тоже можно использовать с пользой для лица и для своего здоровья. Точно так же холку, смотрите, вы можете нанести какое-то лекарственное средство, да, и сверху вниз просто-напросто проходиться по холке. Точно так же, если, допустим, у вас растяжение, ну, шею, да, потянули, просквозили где-то, вы можете нанести разогревающую массу, пока у вас мазь находится на коже. Точно так же сверху вниз, вот, поводить вот этим широким массажером для того, чтобы разогнать кровушку, и мазь питается гораздо лучше, эффективнее будет работать. И вы вот этим элементом массажа, во-первых, разогреваете как бы мышцы, усиливаете кровоснабжение, но, тем более, не забывайте, если у вас разогревающая мазь, обязательно потом протереть вот эту поверхность, поскольку, если вы будете работать с лицом, чтобы у вас не было вот эффекта такого, я не говорю про жок, да, но неприятного покраснения, пощипывания, покалывания кожи. Так что вот такое вот для вас видео длинное, да, еще раз, если вы прикупили аналогичный бьюти-гаджет, который просто вибрирует, неважно на каком сайте, тем или на другом бутайском сайте, имейте в виду, что он действительно очень простой, дешевый, но при этом он работает. Главное его применять как бы правильно, и можно получить потрясающий эффект от его применения. Поделилась информация, берите к сведению, будьте здоровы! Продолжение следует...